всем добрый день с вами канал питомник милый я людмила горбунова нужна ли теплица для бизнеса у меня построен дом и он как заточен именно это уже дом такой бизнес так как из дома есть выход в упаковочную где у меня упаковка где готовлю вам заявки налево пойдешь в гараж с ребенком пожали кнопочку сели в машину поехали до школьного автобуса или по своим делам направо хранилище она около 10 квадратных метров и еще нужно ли хранилище если занимаетесь цветочками то хранилище необходимо она очень удобно это не подвал это огораживается герметичная комната ставится холодильная установка она включается по температуре задается и поддерживает одну температуру я выставляю например сейчас пока 5 градусов потом можно сделать пониже хранилище для крупнолистной гортензии и далее у меня первая нижняя теплица она всего 40 квадратных метров эта теплица за домом на втором этаже гаража она уже более современная строили мы ее смог с мамой и с сестрой ну конечно же нам на втором этаже обнесли поликарбоната мы просили нанимали а внутри стеллажи по уровню это вот делала моя мама не на ивановна большое за это спасибо в теплице здесь надо посчитать вам 7 стиль 80 примерно это светодиодные теплого и холодного спектра и 40 квадратов и 40 квадратов можно ли на этом зарабатывать да можно вот раньше мы обходились я обходилась без теплиц в детстве у нас мама всегда были теплицы зимние рассадка но я считаю одно посадочное место как говорят стоматологи должно стоить не 50 рублей не 30 рублей не 100 рублей и напомню что сибирь под красноярском город железногорск поселок додоново сибирь мы отапливаемся 8 месяцев в году и посадочное место сначала считала должно стоить хотя бы 500 рублей чтобы оправдывала и приносила доход когда будет доход у меня он пошел только в прошлом году не уж сказал говорил тебе помог коронавирус когда пошли интернет продажи онлайн я раньше обходилась без теплицы это череночник под забором дугами сделали в одну досочку и без досочки можно пленочкой накинули и прыскала там как-то ползала вот потом не стал хороший череночник уже такой с рамами потом не уж еще сделал такой красивый как тебе ждать снимать чтобы было красиво мне ты череночник около 12 метров вдоль другого забора как солнце падает прямо в забор то есть он получается в тени там речной мытый песок там черенки плодовых декоративных жимолось мородина разные-разные декоративные кустарники простом речном мытом песке всегда мы обходились и мне хватало весной рассаживаем какие год растут какие два года растут саженцы считаю должны быть только в закрытой корневой и должны расти на небольшом участке я не говорю про поля и гектары там вообще немыслимый труд там только трактора техника привлечения рабочей силы а у меня частный питомничек маленький на 11 с половиной сотки соток земли у меня дом 250 квадратных метров гараж большой 2 теплицы нашли до вверх-вниз сад небольшой ну сад контейнерная площадка небольшая там 12 грядочек в одну доску там стоят и зимуют мои саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников я также умею прививать я научилась я умею прививать разные сорта на одно дерево я знаю выше ниже ну кому интересно напишите сделаю такое видео что ранее бессреднее какая толщина прививая подвоя капулировка луч на капулировка в расщепы можно подогнать любую любой диаметр на любом стволе я знаю как это сделать но чтобы вырастить яблоньку или грушу требуется три-четыре года по двой год-два и привой что прививаем привили и еще растет год-два и стоит это 700 800 тысяч рублей это 1000 моча стоит трехлетние яблоньки с плодовыми почками что это очень долго надо чтобы так купалась быстрее обходилась без теплиц просто сезон у меня был такой короткий буквально два года два-три года у меня появилась не уж тела первую капитальную зимнюю теплицу ну такая простенькая это более современная эту это у меня только будет зимовать первую зиму мы ее сделали осенью и весной спасибо маме что он стояла с осени она говорит дочь пока есть возможность давай сделаем вторую теплицу я там помещалась на 40 квадрат ног ты весной не поместишься я давно помещусь она давай делать давай делать думаю ну ладно осенние отправки деньги пошли что я боялась что ни на зиму на жилье на житье не хватит и я послушалась на и слушаем что говорит правильные вещи мы сделали вторую теплицу и действительно я сейчас в двух не помещаюсь но больше я все-таки не хочу или такой есть момент мы хотели продлить ее гараж высокий двухэтажный под катер ну так как сейчас уже нет ушел жизни катере поставил на стоянку и все-таки саша сергея брат он сказал людмилочка ну не надо удлинять туда теплицу оставь как есть двухэтажный гараж санёк подрастет 8 лет потом и 9 будет сын потому что в жизни будет может у тебя быть грузовик будет может быть как лодка будет ну пусть это но это мечта на самом деле такой высокий хороший гараж мне надо кстати там убраться нас сегодня завтра теплые денечки убраться чтобы машины загнать там две машины помещается гараж там еще огорожена под газ комнатка у меня газовое это отопление на дом и тут же вот он сказал правильную вещь я думаю ладно продлять не будем теплицу что я не помещаюсь мама говорит а давай тогда туда то теплица она вот заканчивается и там идет нижняя теплица за углом дома вот так дома здесь заканчивается стена вот это дома а мама говорит там у тебя капитальный фундамент давай сделаем двухэтажный там теплицу ну и возможно да возможно мы сделаем я думаю не на следующий год пока пусть как есть пока буду размещаться вот так а там годик два посмотрим возможно мы продлим когда-то уже из строя выйдет придется ее дерево погниет то значит мы сделаем получается первый и будет вот это продляться туда а снизу будет два этажа вот что пред придумали наверное так все таки я сделаю но она больше у меня уже не хватит сил то что это очень очень трудоемкая я наверное сделаю цикл такое видео внутренняя сторона до питомника как там день проходит как расписан час 1 начала что нуждали теплицы или нет и когда мы построили нижнюю теплицу я думала о том что мне посадочное место чем не занять мне помидорами точно и мне надо было чтобы это было ну круглый год или почти круглый год я наверное гортензия стала заниматься может лет пять назад не получалось то начиналось малого количества сортов крупнолисты я вообще не рассматривала я читала сравнивала там тычинки пестики листики сорта определяла находила именно не просто там такое такое описание читала сортов и потом в инстаграм увидела ольга зыкова моя соседка в красноярске живет и она говорит что можно выращивать горшках это кого точно позвонила говорю давай попробуй она мне привезла две зои ивановны зои ивановна да вот есть побольше поменьше зои ивановна это была ее соседка сорт такой-то как выдуманы была такая зои ивановна ее соседка которая таскала много-много лет лет там двадцать-тридцать катку большой горшок и не знала ну то есть он у нее чтобы цвел и она его решила выкинуть она устала и таскать нафиг вот на улице и цвести он не будет подмерзнет подвал уже тяжело возраст и мы обсуждали и принял как сделали вывод что это тот самый первый сорт который был на окнах потому бабушек наши которые самый прародитель ну и в честь зои ивановна оля назвала зои ивановна я спросила разрешение голь можно и ассортность продолжу а то в интернете ищите зои ивановну ее там нет это мы назвали тот самый сорт он есть у многих но у нас у меня называется так оля мне разрешила в интернете смотрела пересматривала не могла понять чем не ну не не цветочками однолетками мы с мамой занимались и многолетки однолетки и приму дельфиниум астры огурцы помидор томаты все было закрыто корневой стаканчик она первая стала делать все в стаканчика так удивлялись капуста у нас было в стаканчиках огурцы само собой я иначе не представляю как можно без стаканчиках и продавать ну и есть сезонность возьмут не возьмут возьмут не возьмут и я увидела у галины гуськовы спасибо за это большое я знаю что он сможет подписанная также смотрю ее но правда она проживает под краснодаром на юге и когда я говорю красноярский край думать краснодарский край и в додоново ищут там как-то было мне искали где вы находитесь за додоново ягова вы где-то в краснодаре ягу нет мы в красноярске говорю красноярск считают что там краснодар также или железногорск думают курской области или иркутской или под красноярском закрытый город у нас я увидела она говорит я круглый год выращиваю крупнолистные гортензии это о вот она в яблочко я стала все про горшечку я стала потихоньку покупать сорта я так думаю или это я такая молодец что селекция оторванула вперед я внесла огромный вклад я не знаю не знаю такую людмилу горбунову там в европе или на наверное не знают что сейчас такое разнообразие такое обилие сортов что голова идет кругом поэтому я их беру и беру и беру я беру один-два кустика и потом их размножаю почему мне такая огромная коллекция того что у меня есть инста подружка евгения сад для души евгения женя мы с ней сдружились на связи общаемся созваниваемся как подружки то есть на телефоне сейчас что порежу а так каждый день и она и сама разводит их также там подсказа мне в черенковании важные моменты интересные ведь нет сделай вот так вот я говорю что там не то у меня происходит она мне подсказывает я и подсказываю черенкуем у нее лучше в песке у меня в торфе и почему мне такая коллекция обалденная потому что женя еще заказывает и из европы у нее дорогие до дорогим там все в евро они могут стоить дешево не хотите ждать моих малышей возьмите уже не у нее там весной будут сейчас может быть еще есть я-то буду отправлять до конца ноября выноси да выноси покой фольги да покой из теплицы вот и да я поняла что вот это и есть крупнолистная метельчатые растут и зимуют на улице но у меня есть летнее черенкование вот такие сейчас кустики на улицу они еще не готовы зимовка метельчатым обязательно у меня сейчас здесь это летний почему я сделала вывод не надо делать поздно черенки они успают приготовиться к зиме на улице у нас за минус 40 их оставить нельзя те которые готовы уже корни освоили они будут зимовать на улице без укрытия я с него видео и вам покажу и саженцы без всякого укрытия зимуют все на площадке все удивляется вот так где зиму табу здесь как вот так вот они не вымерзают я понятия не имею вымерзает и то что не сериада дает до такое смягчение всегда земля около воды дорогая ну это это особый микроклимат я считаю так хотя у нас ветра очень сильные ветра и вот думаю что с этими делать у меня есть вот маленькие вот такие еще на улицу но наверное придется что будет то будет я наверно ставлю их теплицы что произойдет здесь это мне теплица хранилище будет первый год не знаю как два в одном снова идея для видео что надо про теплицу сказать здесь 5 инфракрасных обогревателей вот они это досветка дополнительной инфракрасные обогреватели до конца ноября отправляю 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 уже от раньше отправляла вот такие вот сейчас такие уже заканчиваются сейчас уже вот выбираю выбираю вот мы уже поменьше но с цветочными почками ассортимент цены посмотрите на сайте питомникерамина.ru или саженцы людмилы горбуновые сайт у меня взламывали то не восстановила сейчас поставила защиту татьяне спасибо кто хочет сделать сайт знаю что сегодня смотрела видео светлана лоди сад и отправляла гортензии она говорит ей подсказали нужен сайт так что света позвони тебе дам контакты таня она уже мне сделала недорого возьмет меньше чем все два раза скажем так телефончиком надо я ее укажу она уже мне сделала и мне говорят что у меня сайт узнаваем у меня сайт подменял мне сайт говорят все что удобны и красивы все-таки удобный я хотела сайт каталог без научных статей ну что им заниматься надо мы только обновляем то станет у сестрой обновляем есть некоторые сорта которые штучно на сайте их нет кто не звонит я говорю там верли пинг 2 есть часу наверно нет верли там blue 1 2 есть то есть я их не выкладываю сейчас очень очень большие заявки такие осенние знаете меня удивляет что люди звонят и говорят а мне крупнолистную сколько у вас коробочка войдет я говорю там вот в одну например там 456 не гнет побольше я был у штук у 16 18 12 кто давать полную коробочку полную вот и я направляю и спасибо вам за грамотность что стали разбираться в сортах не как раньше круглая у вас или длинная синяя или там розовая любая розовая при подкислении почти любая будет синий подкисляю сейчас покажу как раз на виду не купила такая так флоризель в леруа 25 рублей можно поливать я так вот цеплю в каждый горшочек по щепоточки вот такая вот штучка или есть радуга теплица сейчас объясню она продляет сезонность у меня своя технология выращивания я выношу крупнолистные инварь февраль в этом году буду феврале позже выносить инварь февраль выношу фиг нет февраль из хранилища был инварь сейчас будет февраль трава не стоит сильно вынесу они будут просыпаться и миг метельчатые это я крупнолистные из хранилища метельчатый поставила сухой такой укрытие у меня парничок с рамами также сделала я мама поставила туда метельчатый чтобы я свободно могла достать и занести то есть метельчатый будут зимовать на улице можно горшки оставить закопать гряды маточники или маленькие можно посадить можно там и в подвал и просто оставить все перезимует я так делала проверяла вот занесу и они будут просыпаться и я где-нибудь в марте буду их черенковать то есть если бы теплицы не было я бы начала это делать не раньше мая июня у нас еще в июне заморозки минусы и сделала бы мая июнь и они за сезон были бы не готовы только на следующий год это кота убирать там укрывать готовы не готовы я рано заношу начинаю делать с марта марта апрель май но еще июнь я даже наверное в июле делать не буду ну вот просто что от жадности сделала что ну было что и и они за сезон успевают вырасти крупнолистные то же самое я заканчиваю в этом году в начале августа и вот одна кассетка у меня завалялась забыла ее все время нет ее рассадить это саори вот когда еще например говорить что там ну то есть дешевле у меня сибирь у меня трудозатрат много у меня досветка с 6 утра до 9 вечера у меня энергия 9-10 тысяч электричество хранилище и так далее вот я отправляю не вот такие черенки да такие могут наверно дешево стоить вот я их рассаживаю все-таки 0,5 или по 9 и продаю вот это уже красиво таких сейчас таких сейчас практически нет сейчас конечно больше вот такие и такие уже все поменьше но цветочными почками это крупнолисты также я сказала крупнолисты и метельчатый заношу также в феврале месяце в прошлом году я заносила в январе это очень рано очень-очень нет смысла не стоит я решила что нужен отдых и мне и моим гортензиям в конце ноября примерно я выключаю досветку всю и мне надо подсказали по температуре инфракрасный выставить чтобы здесь был небольшой плюс но здесь как говорят здесь минуса не должно быть не будет меня здесь предвидительно вентиляция и мне вот позавчера заменили новые пластиковые там дальше не видно да там не открыто форточки пластиковых обычные сняли надо мне вот эти форточки вынести все это будет выключаться и здесь будут они дремать спать и наверное метельчатые уже оставлю здесь мне не посадевать некуда что будет то будет но вообще метельчатые мне говорили что да при небольшом плюсе будут зимовать нормально это я говорю мы метельчатые не путайте молоденькие здесь а все на улицу а то видео до конца не досмотрите а потом что-то там вопросы возникают что это которые не готовы к зиме что здесь у нас корнями но здесь как-то еще более-менее немножко на пятьдесят процентов наверное до конца ноября я думаю корневую они освоят здесь послабее совсем до конца ноября освоит потом я молодые и черчатые все остатки крупнолисты оставляю здесь весной будет то что останется от осени и и я сделаю весенний весной марта при эль май они будут ну июнь не знаю июнь июль августу так вот июне примерно я буду отправлять их 05 получается весной делаю до осени почти продаю в этом году я сделал очень и очень много что у меня на весну еще есть метельчатые не все сорта почему у меня огромный коллектором 150 сортов ассортимент сейчас небольшой все-таки он большой но не 150 сортов потому что у меня куплено очень много новых с которых или взято 5 черенков всего я их себе оставляя на маточники или из которых еще брать было нечего вообще ничего не взято таких у меня более 50 горшков что и я еще все таки решила от некоторых сортов отказываться которые не в спросе которые не в тренде если взять например из метельчатых долли не берут и и не берут ангел блажь тоже практически спроса нет сейчас на метельчатый спрос или классика фантом лаймлайт полярный медведь уже проверены такие ванилла вот лид лайм на вот эти сорта что беспроигрышный вариант зимует везде растут великолепно для там новичков до самого хотя все метельчатые очень зимостойки у меня установка у хранилище включилась они все зимостойки или а стилища сейчас всем нужны все хотят новые сорта полистар банфаер пикси который самый металлика банфаер еще не пришел надо уточнить когда уже не придет там не уделили сто штучек по пятьдесят спикси металлика всего 2 но я сделаю там приличный черенков сейчас спрашивайте утром бронирует заранее ничего не бронирую только по факту выше зима впереди посмотрим я и рано достану и вот я сказала от сортов нефтой буду отказываться буду оставлять классику вот эти и новинки по метельчатым что некоторые сорта абсолютно ко мне что-ли приехали кто-то я поставил режим полета она ватсап не действует по ватсап звонки проходят не оборвалось видео прошлый раз когда дом снимала что режим полета ватсап не проходит вот и ко мне приехал а не знаю кто позвонить не могут оставлю только такие востребованы и новые сорта от некоторых я полностью откажусь и что касается крупнолистных также от дешевых сортов там 500-600 рублей как носу это как бы дешевле чем можно здесь выращивать сейчас мне звонят звоните и пишите что из крупнолистных также не нужны новинки и берут сейчас новинки эти тоже берут они расходятся я хочу перевести теплицу на новинки и дорогие сорта просто кто-то да я снимаю я снимаю кто там сейчас я закончу мама слышишь я снимаю меня ждут приехали вот я снимаю кто-то приехал ну вот и сейчас дайте мне вот самый-самый-самый там фрэнч болеро бежавшая невеста что уже одно посадочное место должно занимать хотя бы тысячу я так считаю потому что я еще раз здесь очень много вложено но это будет отдельное видео так что теплица зимняя нужна и хранилище нужно чтобы себе продлить этот хобби бизнес как я говорю два в одном ладненько думаю видео вам было полезным какие темы вам интересно пишите буду вам рассказывать на своем личном опыте я практик я показываю рассказываю ладненько подпишитесь следите будем развиваться в нашем зеленом бизнесе до свидания